В этом видео я покажу, как покрасить яйца луковой шелухой. Для этого надо налить в кастрюлю воду и насыпать в неё луковую шелуху. Теперь надо 5 минут протепятить. Продолжение следует... Потом надо подождать не меньше 5 минут, чтобы отвар настоялся. Пока настаивается, надо приготовить яйца. Чтобы украсить яйца, можно использовать сетку. Для этого надо завернуть каждое яйцо в кусочек сетки. Ещё в сетки можно положить листья, чтобы получился красивый узор. Я решил попробовать этот способ и положил в сетку разные листья. Посмотрим, какой будет узор. Когда я уже приготовил все яйца, то я включаю печку и погружаю их в кастрюлю с отваром луковой шелухи. Яйца надо окунуть поглубже, чтобы они лучше окрасились. Когда отвар затепел, я уменьшил температуру и варил яйца 4 минуты. Затем я выключил печь и оставил настаиваться, пока не остынет. Когда отвар луковой шелухи с яйцами настоялся и остыл, я достал из него все яйца и выложил в тарелку. Вот такие получились крашенки с красивым узором. Отвар луковой шелухи я не выбрасываю. Этот отвар ещё пригодится, потому что это очень полезное удобрение для растений. Я налил немного отвара в бутылку и немного разбавил его водой. Теперь я буду подкармливать этим удобрением фикус колчуконосный. Также я полью этим удобрением огурцы. Эта подкормка укрепляет иммунитет рассады. Благодаря этому удобрению, она становится устойчивой к вирусным и грибковым заболеваниям. Этот отвар улучшает обмен веществ и укрепляет стебли растений. В луковой шелухе содержится рутин, кверцетин, каротиноиды и витамин С. Опрыстывание и полив отварами луковой шелухи улучшает вкусовые качества томатов, перцев, баклажан и огурцов. Делает их более богатыми на полезные вещества. Также я подкормлю колонхоя. И еще полью шлюмбергеру и бразильскую опунцию. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И напишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok